Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет вашему вниманию презентацию Тэффи, смеющаяся вопреки. Имя Тэффи сейчас не столь уж известно, но она завоевала необычайную популярность в дореволюционной России, где ее рассказы печатались в различных сатирических журналах и газетах, выходили отдельными книгами. Ее тогдашнюю известность можно без преувеличения назвать славой. Были выпущены духи и конфеты, которые так и назывались Тэффи. Когда при составлении юбилейного сборника к 300-летию царствования дома Романовых почтительно осведомились у царя, кого из современных писателей он желал бы видеть помещенных в нем, Николай II решительно ответил Тэффи, только ее, никого кроме ее не надо, одну Тэффи. Настоящая слава пришла к Тэффи в 1910 году, когда вышел в свет ее двухтомник юмористических рассказов. Она была лучшим сатириком эмиграции, но и не забывали ее и в Советском Союзе. Ее фельетоны под рубрикой «Наши за границей» перепечатывала газета «Правда». Надежда Александровна Лохвицкая, известная читателем под именем Тэффи, родилась в Петербурге в семье юриста в 1872 году. Мать, обрусевшая француженка, любила поэзию, была хорошо знакома с русской и европейской литературой. Детей в семье было много, нет даже данных, сколько именно. Лидия, Мария, Надежда, Варвара, Елена, Николай были и еще братья. Все четыре сестры Лохвицкие оставили свой след в литературе. Старшая Мария Лохвицкая, творившая под псевдонимом Мирра Лохвицкая, была одной из самых любимых поэтесс серебряного века. Ее дважды награждали Пушкинской премией. В юности Надя Лохвицкая считала себя некрасивой и очень из-за этого переживала. По этой причине Рана в 18 лет вышла замуж за первого, кто к ней посватался. Это оказался один из студентов ее отца, поляк Владислав Бучинский. Муж Надежды служил судьей в Тихвине и увез жену с собой. Провинция показалась Наде настоящим адом. Она тосковала страшно и впала в жесточайшую депрессию. Муж не понимал причин ее переживаний, считал все это блажью и требовал, чтобы она поскорее повзрослела. Но взросление затянулось. Она и позже, когда уже стала знаменитой Теффи, шутила, что ей навсегда 13 лет. Муж часто упрекал Надежду в том, что она плохая мать. Что она больше любит своего большого плюшевого медведя, которого привезла из родительского дома, чем своих детей. Надежда плакала, мучилась совестью. Но действительно никому, даже ребенку, не позволяла прикасаться к своей любимой игрушке. Понимая, что попреками делу не поможешь, Бучинский решил больше внимания уделять семье, оставил службу и поселился в своем имении под Могилевом. Надежда честно пыталась стать хорошей женой и матерью. В нее родилась еще одна дочь Елена, потом сын Ян. Потом молодая женщина вдруг поняла, если будешь продолжать жить здесь, в этой глуши, с мужем и детьми, если будет ломать себя и пытаться стать обычной, такой же, как все, то она просто сойдет с ума. И тогда она попросту сбежала. С собой взяла только несколько любимых книг и того самого плюшевого медведя. Случилось это в 1900 году. Муж запретил ей встречаться с детьми. Материнский инстинкт у нее так и не пробудился, все человеческие инстинкты подавлял один, основной для нее творческий. Надежда Тэффи, как и ее сестра, начала свою творческую карьеру со стихов, изящных и наполненных юмором и лукавством. Дебют состоялся 2 сентября 1901 года в журнале «Север». Многие из стихов чудесно исполнялись под гитару и потом на многие года перекочевали на сцену. Взять хотя бы знаменитого карлика. Его исполнял Вертинский. Мой черный карлик целовал мне ножки. Он был всегда так ласков и так мил. Мои браслетки, кольца, брошки он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги мой карлик вдруг поднялся и подрос. Вот чей ему я целовала ноги и сам ушел и сундучок унес. Кто же этот черный карлик? Почему он вдруг поднялся и подрос? Чем ценен для лирической героини сундучок, что она готова целовать ноги своему недавнему слуге? Тэффи набросала портрет лирической героини, которая не чужда поэтическому творчеству. Но ее поэзия – это простое развлечение, милый пустячок. Не муза водит ее рукой, а черный карлик. И если муза всего лишь не постоянно, то карлик коварен. Лирическая героиня льстит себя надеждой, что ее стихи имеют какую-то ценность. Однако приходит черный день, и она понимает, что все приобретения обернулись потерями. Вовсе не божественное вдохновение питало ее творчество, а наоборот – что-то дьявольское, соблазняющее легким сиюминутным успехом. А соблазнив, теперь плачь-не плачь, оставила ее валяться в ногах, бросила за ненадобностью. Но потом Надежда сконцентрировалась на прозе. Избрав псевдоним Тэффи, она писала чудесные юмористические произведения, что само по себе было, да и остается редкостью. Женщин-юмористов не так уж много. Сложилось мнение, что псевдоним был заимствован из рассказа Киплинга, как было написано первое письмо. Тэффи – это имя маленькой героини-девочки с чутким отзывчивым сердцем. Сама Тэффи дает ответ на этот вопрос в рассказе «Псевдоним». Нужен псевдоним, нужно имя, которое бы принесло счастье. «Лучше имя какого-нибудь дурака, дураки всегда счастливы». Весьма кстати вспомнился один отменный дурак, которому вдобавок всегда везло. Видно, сама судьба признавала его за идеального дурака. Звали его Степан, а домашнее называли Стеффи. Отброшена была из деликатности первая буква. Первая книга Тэффи «Юмористические рассказы», изданная в 1910 году, до революции была переиздана 10 раз. Тогда же она выпустит сборник «Человекообразные», «Дым без огня», «Карусель». И стало так, а театры начали ставить ее пьесы. Рассказами и фильетонами Тэффи зачитывались, и в начале 20 века мир русской прозы имел уже не только короля сатиры и юмора, блистательного Аркадия Оверченко, но и обрел королеву Тэффи. К таланту Оверченко высшее общество относилось слегка свысока, к Тэффи – с настороженностью, но читатели голосовали за них чтением. И если Лев Николаевич Толстой, например, Тэффи воспринимал не слишком серьезно, то Софья Андреевна Толстая просто зачитывалась ее произведениями. А еще Тэффи стала героиней в глазах молодежи. Вот уж кто рвал из рук выпуски «Сатирикона» и «Русского слова». Как и многие другие представители интеллигенции, Тэффи восприняла февральскую революцию 1917 года с воодушевлением. Однако октябрь того же года показал, что террор, насилие и несправедливость лишь набирали силу, и такое положение вещей было неприемлемо для писательницы как при царском, так и при большевистском режиме. В 1918 году по приглашению артепренера Тэффи отправилась в Киев и Одессу, уверенная, что это лишь литературные гастроли, и она скоро вернется домой. Однако вместо Петербурга Тэффи попала в Константинополь, а осенью 1919 года она переехала в Париж, где и жила до самой смерти. Свой отъезд Тэффи описывает подробно в дневниках воспоминаниях. В Париже писательница Тэффи организовала литературный салон, в котором частыми гостями были Бунин, Мережковский, Гиппиус. Тэффи постоянно заботилась о нуждах соотечественников, которых в то время было чрезвычайно много во Франции. Революция изменила многое. Эмигрантам приходится испытывать все трудности, терпеть нужду, невостребованность, страдать от ностальгии. Своё состояние, равно как и состояние большинства эмигрантов, Тэффи описала в одной из заметок, напечатанной парижской газетой. Приезжают наши беженцы, измождённые, почерневшие от голода. Отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь. И вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, вянет душа, обращённая на восток. Ни во что не верим, ничего не ждём, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти дома и умерли смертью здесь. Вот мы, смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. Сборник Тэффи «Всё о любви» – пример настоящей юмористики. Чаще в рассказах Тэффи речь идёт о лёгких отношениях. Самые известные из них – рассказы «Флирт», «О вечной любви», «Бабья доля». Самое значительное и самое большое по объёму произведение Тэффи – «Авантюрный роман». Книга вышла в 1932 году. Это история о любви, об одиночестве, о призрачности существования человека в современном мире, вправлена в почти детективную фабулу. Авантюрный роман можно считать центральным произведением в творчестве писателя эмигрантского периода. Он вобрал в себя многие темы и образы сборников «Рысь», «Городок» и в свою очередь повлиял на дальнейшее развитие малых жанров в её прозе. Тэффи не только на бумаге, но и в жизни была добрым и приятным человеком. Вот как о ней отзывается Ирина Адоевцева. Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. «Дать человеку возможность посмеяться, – объясняла она, – не менее важно, чем подать нищему милостыню или кусок хлеба. Посмеёшься – и голод так не мучает». Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые тёмные дни. Заведя её издали, я уже начинала улыбаться. С ней всегда и всюду было приятно и весело. Даже желчный Иван Бунин находил для Тэффи добрые слова. «Я повторяю, клянусь Богом, всегда, всегда дивился вам, никогда за всю жизнь не встречал подобной вам. И какое-то истинное счастье, что Бог дал мне знать вас». Обратимся к известному рассказу Тэффи «Жизни воротник». В нём говорится о том, как покупка воротника с жёлтой ленточкой изменила жизнь героини. Мелкий предмет поработил женщину. Он потребовал сменить одежду, мебель и даже поведение. Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на её шею и поехал в гости. Там он вёл себя развязно до неприличия и вертел её головою направо и налево. Честную жену кусок ткани превратил в обманщицу. В результате семейная лодка разбилась о воротник. За 20 лет, прошедших с отъезда из России и до начала войны, читатель увидел 19 сборников рассказов. Впечатляющее количество. Многие театры ставили спектакли по пьесам Тэффи. Русские эмигранты от Европы до Китая читали произведения Надежды Тэффи. И живой оптимизм писательницы скрашивал непростую жизнь тех, кому пришлось покинуть родину. Нелегко было во время войны. В оккупированной нацистами Франции комфортно жилось лишь тем, кто сотрудничал с оккупантами. И Тэффи к ним не относилась. Биографии Тэффи это было тяжёлое, нищее и голодное время. Из-за этого в 1943 году в Америке даже пронёсся слух о её смерти. Узнав об этом, писательница с юмором писала своей дочери, что только что вернулась с кладбища, правда не как покойница, а просто навещала своего умершего мужа Павла Тиксона. После войны советские власти стали пытаться вернуть страну Тэффи и Ивана Бунина. В тот момент происходила настоящая отравля Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. И возвращение мигрантов, чьё творчество известно по всему миру, было важным шагом для властей. Однако Тэффи ответила в своём стиле. Она написала фильетон, в котором вспомнила, как в Пятигорске при въезде в город висел плакат «Добро пожаловать в первую советскую здравницу». И тут же на столбах качались висельники. Так и она боялась, что, приехав в СССР, увидит плакат «Добро пожаловать, товарищ Тэффи!» А рядом будут висеть Зощенко и Ахматова. О личной жизни Тэффи никогда не рассказывала, скрывала её. Поэтому всё на уровне догадок, литературоведов и биографов. Павел Тиксон стал её гражданским мужем в Париже. Он умер в 1935 году. И Тэффи нежно с любовью ухаживала за ним до последней минуты. В последние годы жизни Надежда Александровна Тэффи была тяжело и мучительно больна. Но, несмотря на это, она продолжала острить, шутить и никогда никому не омрачала настроение своим состоянием. Хотя было видно, что она очень устала. В творчестве писательницы стало меньше сарказма и язвительности. Но стала преобладать некая мягкость, трепетность. Особенно это нашло своё отражение в поэзии. Тэффи скончалась 5 октября 1952 года, незабытая и окружённая немногочисленными, ещё живыми друзьями. Её могила находилась на кладбище Сен-Жен-Эвьев-де-Буа в Париже. Воспоминания о дореволюционной юности, о миграции, о литературных салонах, портреты современников вы найдёте в книге Дона Аминада «Поезд на третьем пути». Дон Аминада – это псевдоним Аминада Петровича Шполянского. Одесса, Москва, впору культурного расцвета, потерянные эпохи, о миграции, советы – это макрофилит, он позволяющий услышать и прочувствовать эпоху, расколотую на две части. Вы откроете много новых имён. Поэт Анатолий Штейгер, журналист Влас Дорошевич, захочется перечитать Илью Оренбурга, Алексея Толстого, Марка Алданова, Зощенко, Мандельштама. Более подробно о жизни и творчестве Тэффи вы можете прочитать в книге «Адит Хейбер. Смеющаяся вопреки». Предлагаем также вашему вниманию рекомендательный список литературы по теме.